Одно из ключевых мероприятий прошло сегодня в стенах Дома культуры Черкесска. Торжественная церемония вручения государственных наград жителям республики, внесшим значительный вклад в историю региона, праздничный концерт, приуроченный к этому событию и не только. Подробности у Альбины Ламковой. Именно этот январский день принято считать отправной точкой образования Корчаева Черкесской Республики. А вот какими были эти сто лет в истории становления одного из самого многонационального субъекта Российской Федерации, можно узнать из представленной выставки-инсталляции «Этапы большого пути». Для всех гостей праздника выставили значимые исторические фотографии, документы, ордена и награды, которые получала наша республика. Её организаторы проделали кропотливую масштабную работу. Фундаментом выставки послужил альбом «Вековой путь Корчаева Черкесии». Трудились над его созданием специалисты Республиканского музея. Уникальный труд, в котором собраны все этапы жизни нашей республики за сто лет. Самые важные моменты мы представили здесь, на этой выставке. И что важно, в разных форматах эта выставка позже объедет всю республику, каждый районный центр. В Доме культуры Черкеска состоялась церемония вручения государственных наград, почётных грамот и благодарственных писем в честь празднования столетия республики. Глава Корчаева Черкесии поблагодарил каждого, кто внёс вклад в становление и развитие любимой Корчаева Черкесии. Это очень знаково находиться здесь, в этих стенах, в этом зале, во время празднования столетия республики. Высоких государственных наград удостойны 28 человек, добившихся хороших результатов своей профессиональной деятельности. Рашид Тимрезов подчеркнул, что история Корчаева Черкесии неразделима с судьбой России. Он отметил, что за последние годы в регионе проводится масштабная работа для социально-экономического развития республики. Результаты нашего труда, а также тех, кого нет в этом зале, кто сейчас находится на своих рабочих местах, в больницах, в школах, на предприятиях, свидетельствуют о том, что наша земля богата людьми-тружниками. Ваши профессиональные достижения достойны самых искренних слов уважения и благодарности. Каждый из вас на своем рабочем месте трудится добросовестно, честно и ответственно. Всех вас объединяет не только профессионализм, но и искренняя любовь к родине, к месту, где мы живем, где растут наши дети. Больших результатов в своей работе достигла Алла Коржова. Она опытный преподаватель с 20-летним стажем в детской музыкальной школе поселка Кавказского. Обучает детей сольному пению. Есть хоровой класс. Ее ученики занимают призовые места как на республиканском уровне, так и за пределами региона. Очень люблю деток, очень люблю петь. Я думаю, за меня порадуются и мои ученики, и коллеги. Это не только моя награда, не только мои достижения. Благодаря своим ученикам, своим коллегам, их поддержке, сегодня я здесь. Двойной юбилей отметил в этот день депутат Народного собрания Василий Поляков. А самым лучшим подарком для него стало присвоение звания заслуженного работника Государственной службы республики. Спасибо всем тем, кто представил, выдвинул меня и моих коллег на эти высокие награды. Думаю, что выражу общее мнение о том, что все сегодня награды, полученные нами, являются авансом за будущую работу, за будущий вклад на благо нашей Карачаево-Черкесии, нашей великой родины России. Торжественное мероприятие состоялось и в концертном зале Дома культуры. Гостям представили фильм о Карачаево-Черкесии, из которого можно было узнать о вековой истории, уникальной культуре народов, проживающих в одном из самых красивых регионов России, обычаях и традициях. Затем к гостям праздника обратился руководитель республики. В своей речи Рашид Темрезов уделил внимание историческому аспекту вопроса развития республики, рассказал об ее успехах в экономике, социальной политике и призывал к сотрудничеству на благо нашего региона и России в целом. Год столица Карачаево-Черкесской республики станет символом дальнейшего прогресса и процветания нашей любимой республики, послужит отправной точкой к будущим достижениям и удачам, а дружба народов обогатится новыми страницами свершений военно-созидания и благополучия Карачаево-Черкесской республики и нашей великой родины. С праздником, дорогие друзья, с юбилеем, родная Карачаево-Черкесия. Ты живи, как родная, зла и дружище не знает, Карачаево-Черкесия будет. Собравшихся гостей ждал праздничный концерт. Ведущие ансамбли республики и вокалисты, представляющие культуру и народное творчество разных национальностей, сменяли друг друга на сцене. Незабываемое впечатление оставило исполнение гимна. Он прозвучал в заключении праздника. Зрители не остались в долгу. Слушали исполнение стоя. Альбина Ламкова, Ислам Урумов. Вести Карачаево-Черкесия.